Наши задачи и планы подразумевают перенос на территорию Российской Федерации порядка 5 триллионов рублей заказов до 2030 года. О планах импортозамещения говорят руководители инновационного инжинирингового центра. Организация помогает переносить производство в страну, налаживая коммуникацию компаний с государством и между собой. Уже удалось заместить импорт кранов для нефтедобывающих платформ «Газпрома» на Ямале. Для импортозамещающих производителей предусмотрены гранты до 250 миллионов рублей. Татарстан как регион обладает очень серьезной промышленной базой. Есть возможность действительно разместить достаточно серьезный объем заказов, в том числе для корпораций, которые работают на территории Татарстана, с возможностью синхронизации с другими внешними игроками, ну то есть с «Газпромом», с «Роснефтью», ну то есть с секторами, с «Металлургами». Скажите, пожалуйста, для того, чтобы локализовать импорт 5 триллионов, инвестиции грантовые в 46 миллиардов рублей для производственного оборудования, на ваш взгляд, достаточно? Нет, этого, безусловно, недостаточно, но это, я повторяю, один из инструментов. Этого не было? Да. Всегда ставится задача, вот сколько нам надо, да? А потом уже как пасту выдавливаешь, значит, выдавливаются деньги. Ну, или ничего, или вот есть структура, уже есть реализованные проекты. Одно из главных условий – отсутствие у продукта российских аналогов. Пока в программу заявился только КАМАЗ. В условиях сокращения внешних рынков для полноценного импортозамещения нужно консолидировать все силы, отмечает президент. Многие новые решения можно тестировать в Татарстане, поскольку республика – один из центров энергетики, промышленности и сельского хозяйства. С 2008 года специалист и ученые нашей компании занимаются разработкой и производством биоцидных реагентов нового поколения. Реагенты московской компании используются для очистки воды в водопроводах и бассейнах, на производстве и в сельском хозяйстве. Они активны против вирусов, бактерий и грибов, предотвращают коррозию труб. В прошлом году реагент внесен в Санпин. Первым городом, где водоканал внедрил бесхлорную технологию, стал Череповец. В Череповце удалось ликвидировать склад хлора, который находился в городе, получить воду, соответствующую санитарным нормам, по всем показателям. Представители Казанского водоканала осень прошлого года посетили Череповецкий водоканал. Вот, Егоров, поводи ты у нас самый главный специалист. Расскажи, то, что он рассказывает, очень привлекательно. Мы делали в этом году, в сентябре, именно этим средством промышленное и лабораторное испытание. Значит, испытания показали некую неоднородность, но испытания нужно продолжать дальше. Также президент поручил протестировать реагенты на Татнефти. Безопасный метод безогневой резкий труб от Рустеха собираются применять на порховом заводе. Корпорация ВКонтакте работает над системой умного города в Альметьевске, предлагает технологию борьбы с ДДОС-атаками, а главное, создает в республике свой центр и инженерную школу. Нам кажется, что есть большой потенциал в организации центра разработки, поскольку понятно, что республика Татарстан обладает существенной компетенцией в IT, и здесь много хороших разработчиков. Мы все равно должны двигать наше отечественное. Я обращаюсь и нашим предприятиям, государственным органам. Мы как бы должны быть в одной схеме. Сегодня заслушали пятерых докладчиков по разным направлениям. Рустам Иниханов поручил изучить возможности применения технологии в нашей республике. Лина Зинатульна, Игорь Романов, Марат Сидгараев, ТНВ, Казань.